С вами вторая часть видеомании Weekly, еженедельной передачи сайта Игромания.ру Продолжение следует... 20 сентября в продажу поступила Gears of War 3, заключительная часть грандиозной трилогии, которая в значительной степени определила облик современных шутеров от третьего лица. Оригинальная Gears of War стала одной из первых игр, которая продемонстрировала настоящие возможности современных консоль. И на протяжении долгого времени она оставалась главным эксклюзивом Xbox 360, ради которого, собственно, и покупали новую консоль Microsoft. Со времени выхода первой Gears of War прошло почти пять лет. Первую часть, при всей ее значимости для индустрии, нельзя было назвать идеальной. В сиквеле разработчики отшлифовали геймплей, и в результате Gears of War 2 практически по всем параметрам превзошла первую часть. Естественно, студия Epic Games обещала, что третий эпизод фантастической саги станет следующим шагом в эволюции сериала и поднимет его на новый уровень. Однако далеко не все журналисты, успевшие опробовать Gears of War 3 до релиза, посчитали, что команде Клиффа Близински удалось достичь заявленной цели. Да, ни один рецензент не поставил игре меньше восьмерки, но сайты Eurogamer и Destructoid не постеснялись отпустить в адрес Gears of War 3 несколько критических замечаний, отметив, в частности, что игра, в отличие от предыдущих частей, не дарит по-настоящему новых ярких ощущений. Разработчики, как это часто случается в последнее время, резко отреагировали на критику. Сам Близински уверен, что Gears of War 3 – лучшая часть сериала. Gears of War 3 действительно во многом лучше предшественниц. Но в ее основе по-прежнему лежит геймплей пятилетней давности. И за минувшие годы, как бы Эпик не хотелось обратного, некоторым он успел надоесть. Впрочем, как известно, отзывы прессы далеко не всегда напрямую влияют на продажи. По крайней мере, непосредственно запуск Gears of War 3 прошел с должным размахом. И Эпик даже подготовила специальный репортаж о старте продаж игры в самых разных частях земного шара – от Мексики до Гонконга. Игра уже появилась на прилавках магазинов. И самое время задуматься над тем, что ее ждет в дальнейшем. Эпик готовит для третьей части несколько крупных DLC. В них войдут как новые миссии одиночной кампании, так и карты для мультиплеера и кооперативного режима. Клифф Близинский заметил, что история Маркуса Феникса и отряда Дельта завершена. Поэтому даже в сюжетных дополнениях они уже не появятся. Пока же игроки могут приобрести лишь несколько наборов скинов для оружия общей стоимостью 3600 Microsoft Points. Учитывая скудное содержание DLC, цена выглядит откровенно завышенной. Да и сама мода выпускать платные дополнения одновременно с игрой, учитывая, что сама она от этого дешевле не становится, совершенно не радует. О своих планах на ближайшее будущее Эпик пока рассказывает не слишком охотно. Известно, что компания трудится сразу над несколькими сравнительно небольшими проектами для разных платформ. Кроме того, босс студии Майк Кэпс в интервью журналу Forbes признался, что Эпик помнит и любит сериал Unreal, но конкретных планов по его возрождению сейчас не имеет. Что касается сериала Gears of War, то его развитие пока что продолжится за рамками видеоигр, на страницах книг и комиксов. Эпик Геймс Практически сразу после релиза первой части, но затем все силы команды были брошены на ролевую игру Infinity Blade для iOS. Сейчас Shadow Complex 2 уже практически готова и компания ведет поиски издателя для игры. По сообщению шведского подразделения Еврогеймер, студия Starbreeze занимается не только перезагрузкой игры Syndicate, но и работает совместно с режиссером Юзефом Фаресом над совершенно новым проектом. Фарес недавно хотел попробовать свои силы на Ниве Игр. Он придумал интересную идею и предложил ее Starbreeze. Разработчикам задумка режиссера пришлась по вкусу, и они договорились о сотрудничестве. Одним из немногих поводов для критики Deus Ex Human Revolution стали битвы с боссами, которые на фоне практически безупречной игры казались неким чужеродным элементом. Как оказалось, эти эпизоды создавала не сама Eidos Monreal, а партнерская компания Grip Entertainment. Глава последней, Пол Кружевский, посетовал, что поскольку в игре предусмотрено множество вариантов развития персонажа, было очень сложно сделать сбалансированных боссов, битвы с которыми оказались бы интересны для героя с любым набором навыков. Как бы то ни было, финальное сражение DLC Missing Link создается уже самой Eidos Monreal. Глава Sony Online Entertainment Джон Смедли уверен, что Star Wars The Old Republic станет последней крупной ММО с платной ежемесячной подпиской. По мнению Смедли, в будущем индустриальным стандартам неизбежно станут бесплатные онлайн-игры с микротранзакциями. Develop сообщает, что Rovio Games, создавшая популярную казуальную игру Angry Birds, планирует в ближайшем будущем стать издателем. Компания собирается сотрудничать с независимыми разработчиками игр для мобильных платформ. Глава Rovio Games Питер Вестербака подтвердил, что интересы компании распространяются на издательский бизнес, но от конкретных анонсов пока воздержался. Студия Neversoft, известная по сериалам Tony Hawk и Guitar Hero, набирает сотрудников для работы над новым масштабным проектом. Судя по описаниям вакансий, опубликованных недавно на сайте компании, речь идет о шутере от первого лица. Две студии Sony, работавшие над серией God of War, также расширяют Штаты и готовятся приступить к работе над новыми проектами. Исходя из перечня вакансий, можно сделать вывод, что Sony Santa Monica нацелилась на проект с открытым игровым миром. А студия Ready at Dawn, выпускавшая спин-офф и God of War для PSP, теперь занимается экшен-адвенчурой для PS3. Студия Ninja Theory опровергла слухи о разработке продолжения приключенческого боевика Enslaved. Глава компании Тамим Антониадес в интервью журналу Age рассказал, что после релиза Enslaved планировалось расширение студии, которая позволила бы ей заниматься сразу двумя играми. Но продажи игры оказались недостаточно высокими, и мысли о сиквеле пришлось отложить до лучших времен. Сейчас все силы Ninja Theory брошены на разработку новой Devil May Cry, а на продолжение Enslaved у студии нет ни ресурсов, ни времени. Ведущий геймдизайнер Diablo 3 Джей Уилсон сделал достаточно провокационное заявление. По его мнению, в новую часть куда удобнее играть на геймпаде, а не при помощи привычного сочетания клавиатуры и мыши. Blizzard уже давно намекает на неизбежный выход консольной версии Diablo 3. Не хватает только официального анонса. Несмотря на это, поддержки геймпада не будет и к релизу PC-версии. Возможно, ее добавят позже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стали известны подробности отмененной консольной стратегии в реальном времени от Erational Games. Разработка Dungeon Duel началась еще в 2002 году, задолго до выхода BioShock, но до релиза проект так и не добрался. Dungeon Duel должна была стать динамичной фантазийной стратегией с элементами RPG и карточных игр. Проект возглавляли Кен Левин и Джонатан Чи. Что интересно, последний, с тех пор покинул Erational Games, основал собственную компанию Blue Man 2 и сейчас разрабатывает ролевую игру Card Hunter, которая по задумке во многом напоминает Dungeon Duel. Джеронима Баррера из компании Rockstar заявил в интервью сайту GameSpot, что разработчики Max Payne 3 консультировались с коллегами из студии Remedy, создавшей первые две части сериала. Для Rockstar очень важно сохранить дух оригинала, и Баррера уверен, что сделать это не помешает даже смена декораций и кардинальные перемены в облике главного героя. Реакция публики на стереоскопический режим портативной консоли 3DS остается неоднозначной. По результатам недавнего опроса, 22% владельцев портатива считают, что 3D делает игры лучше, а 28% придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. Однако при этом только 13% опрошенных никогда не используют режим 3D. Один из основателей компании BioWare, Рэй Музика, отметил, что студия не забыла об игре Jade Empire и надеется со временем выпустить сиквел. Правда, ничего конкретного Музика пока не обещает. Разработчики и сами не определились, каким должно быть продолжение и на какой платформе его стоит выпускать. Сериал Grand Theft Auto вновь засветился на передовицах газет в связи с преступлением. На этот раз причиной стал инцидент, который произошел минувшей весной на подводной лодке Astute. Проходивший на ней службу английский матрос Райан Донован открыл огонь по своим товарищам и убил одного из них. В ходе расследования выяснилось, что Донован рассказал своим друзьям о планах устроить побоище в стиле GTA. Впрочем, судя по показаниям очевидцев, вовсе не увлечение жестокими играми толкнуло бывшего матроса на убийство. Он не ладил с начальством, не мог перевестись на другой корабль и к тому же злоупотреблял алкоголем. Суд приговорил Донована к 25 годам тюремного заключения. За неделю выходит масса трейлеров и дневников разработчиков. Мы отбираем самые лучшие, чтобы вы знали, что стоит посмотреть на этой неделе. В последнее время редкая неделя обходится без новых кадров из Battlefield 3. На этот раз студия DICE демонстрирует геймплей из версии для Xbox 360. Именно она, пожалуй, выглядит наименее интересной. На PC игра поражает великолепной графикой, а владельцы версии для PS3 будут раньше всех получать дополнительный контент. Кроме того, на неделе появился короткий рекламный ролик под трек «99 Problems» популярного рэпера Джей Зи. Также стало известно, что количество предзаказов на Battlefield 3 превысило полтора миллиона. Рэйдж – еще один частый гость последних выпусков Видеомании выигр. До выхода игры остаются считанные дни, и разработчики, уже не стесняясь, выкладывают на стол все козыри. Потрясающий видеоряд, насыщенный экшен и колоритных персонажей. Объявив дату запуска Star Wars The Old Republic, студия BioWare тут же обнародовала и новый эпический трейлер игры. Он показывает различные миры далекой галактики, которые смогут посетить игроки. А также лишний раз демонстрирует, как в игре будут выглядеть наземные и космические баталии и поединки на световых мячах. На минувшей Е3 было объявлено, что главную музыкальную тему для Silent Hill Downpour напишет популярная американская группа Korn. Композиция записана и сопровождает новый трейлер к игре. Песня получилась весьма агрессивной, что вроде бы не сочетается с духом сериала. Особенно если вспомнить, какую музыку для него писал Акира Ямаока. Но ролик все равно получился атмосферным и смотрится на одном дыхании. Мистер Хэммер, он будет научить тебе какие-то манерсии. В трейлерах Batman Arkham City засветились уже почти все злодеи игры. А вот Джокеру в последнее время уделялось не слишком много внимания. Новое видео это исправляет. После событий первой части, заклятый враг Темного Рыцаря выглядит изрядно потрепанный. Но, кажется, он не утратил пристрастие к жестоким шуткам и игре в кошки-мышки. Появились первые подробности о фильме по Mass Effect. Как и следовало ожидать, его героем станет Шепард, причем мужского пола. Однако при этом компания Legendary Pictures не собирается пересказывать события игр, а планирует поведать совершенно новую историю. Если экранизация окажется успешной, разумеется, не обойдется без продолжений. Смотрите в третьей части Видеоманию Выкли. Во что поиграть на этой неделе? Чего ждать на следующей? И во что играет весь мир? Вас ждут обзоры новых релизов и топы продаж. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok